Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем наш цикл программ о научно-образовательных направлениях Казанского Федерального Университета. И сегодня у нас в гостях декан юридического факультета Казанского Федерального Университета Лилия Талгатовна Бакулина. Здравствуйте, Лилия Талгатовна. Здравствуйте, Лилия Талгатовна. Давайте начнем нашу беседу про юридический факультет. Это один из старейших факультетов Казанского Федерального Университета. Насколько я помню, со дня основания Казанского Федерального Университета, это Казанского еще императорского университета 1804 года, получается так. Я правильно ведь говорю? Да, вы правильно говорите. Казанский императорский университет был основан в 1804 году, и среди четырех отделений, которые существовали тогда, было нравственно-политическое отделение, которое мы считаем началом, собственно, юридического образования в Казанском университете. И уже по уставам 1836 годов, собственно, юридический факультет, вот это название, это, собственно, кафедра уже сформировавшаяся вот с этого периода, берет свое начало ныне действующее юридическое образование и статус юридического факультета Казанского, теперь уже Федерального Университета. Да, юридическая школа Казанская, юридическая школа, связанная с университетом, она известна по всей стране, то есть ее выпускники, насколько я знаю, занимают достаточно серьезные посты и очень известные в истории российского государства люди. Не могли бы подробнее о них рассказать? Ну, наверное, если начинать, собственно, с истоков казанского юридического образования, то надо сказать, что и писатель Аксаков, и Лев Николаевич Толстой были студентами юридического факультета. Толстой переводился в стыковедение к нам, и благодаря лекциям мэйра очень проникся юриспруденцией, ну, конечно же, Владимир Ульянов. Известнейший, да, чье имя очень долгие годы носил Казанский государственный тогда университет. Он, как сейчас говорят, к счастью, не закончил юридический факультет Казанского университета, он заканчивал московский вуз, но он учился, он был здесь студентом, и поэтому мы тоже говорим об этом, как о странице нашей истории. Известнейшие ученые не просто преподавали здесь, но и были выпускниками юридического факультета, в частности, цивилист профессор Шишиневич Гавриэль Феликсович. Это основоположник такой практикоориентированной юридической науки мэйр, и очень много тех, кто, в общем-то, закладывал основы юридического образования в России. Ну и сегодняшние современные выпускники юрфака – это элита органов государственной власти, местного самоуправления. Нужно сказать, что и в Верховном суде Российской Федерации, и в прокуратуре Российской Федерации работают выпускники юридического факультета. Мэр города Казани Сурайсич Медшин является председателем попечительского совета юридического факультета Казанского университета. И то, что мы говорим о женщинах в науке, это, конечно же, академик Хабриева Талия Юровна, выпускница юрфака, и преподавала она у нас на факультете очень тоже долгое время. То есть перечислять будем очень долго. Показателем того, насколько большая и дружная юридическая семья, вот явился форум, который мы провели в 2016 году, форум выпускников юридического факультета. И вот из 12 тысяч выпускников за эти годы, а мы брали с 52-го года, когда юрфак был восстановлен в качестве факультета в университете, вот с этого периода было выпущено 12 тысяч студентов. И тысяча студентов, тысяча выпускников юридического факультета, они присутствовали на этом форуме, съехались со всех уголков России и зарубежья, дальнего зарубежья, были из Китая, из Австралии. То есть мы очень тоже гордимся и каждым выпускником юрфака, вне зависимости от того, насколько высоко он состоялся профессионально, насколько важный государственный пост он занимает, это тоже показатель то, что он здесь, он душой с факультетом, и он эту связь не потерял. Вот с историей понятно, и понятно, что Казанская школа юриспруденция, она известна, и выпускники ее присутствуют на многих постах во всей России, это очевидно. А сейчас вот вопрос с новыми трендами, которые происходят вообще с нашей страной и в образовании в частности. Я имею в виду вот ту программу, которую правительство Российской Федерации по повышению конкурентоспособности вузов, известную как ТОП-5100, в которой, кстати говоря, по конкурсу Казанский федеральный университет прошел. Хотелось бы узнать, как юридический факультет встраивается в эту программу, какие планы, какие перспективы, какие вообще достижения ожидаются? Есть несколько направлений встраивания юридического факультета в программу 5 ТОП-100. Это, прежде всего, конечно же, правовое сопровождение всех тех основных направлений, биомедицины, нефтегазы и иных, которые связаны с тем, что нормативно-правовая база, она необходима под любое новое направление, которое будет развиваться, и патентоведение, и иные правовые моменты, которые требуют сопровождения этих новаций, создаваемых в рамках других САЕ. Поэтому вот это первое как бы такое... Объясним зрителям, многие не понимают, стратегическое академическое деятельность, по сути, это приоритетное направление. Да, это приоритетное направление в Казанском федеральном университете, и вот это правовое сопровождение этих новаций, которые создаются в рамках каждого приоритетного направления, это, собственно, дело юристов. Второй момент. Мы, собственно, являемся соучастниками двух стратегических академических единиц. Это учитель 21 века, вернее, одной, правильно говорю, ну, одной, да, учитель 21 века, и в рамках этой стратегической академической единицы, собственно, есть вопросы мигрантов, где кафедра международного права очень плотно работает в этой сфере, и есть непосредственно педагогическая составляющая, поскольку это учитель 21 века на юридическом факультете, помимо направления подготовки юриспруденции, есть учителя, то есть есть педагогическое образование, учитель права и английского языка, то есть с двумя профилями подготовки, и вот в этом ключе юридический факультет также представлен в плане понимания дальнейшего развития вообще педагогического образования, и в частности, с точки зрения его применения для преподавания юриспруденции, для преподавания права общества знания в школах, в СУЗах. Как это касается студентов, вот, то есть это все, как бы мы говорим, задействованы ли студенты в этих направлениях во всех? Да, конечно, причем есть очень интересный проект, вот, инициатива была Ильчат Равкадыча Гафурова, когда он предложил трем структурным подразделениям, это и ВМИД, и ТИС, и ЮРФАКУ, создать, ну, мы его так называем робот-юрист, да, то есть использование искусственного интеллекта в юриспруденции, как такое более длинное название, да, и то, что вот эти три структурных подразделения взялись за этот проект, это, по сути, тоже в рамках тех же стратегических академических единиц, то есть мы говорим о цифровой экономике сегодня, мы говорим о том, что есть необходимость некоторые услуги юридического характера также перевести в IT-формат, и сегодня вот созданы две группы, где подключены как раз студенты, то есть магистранты, студенты-аспиранты, которые взяли в работу тематику, связанную с IT-технологиями, и в рамках вот этого проекта студенты, они как раз и занимаются научной деятельностью, и практикоориентированы, когда они видят, что можно вот юридическое посодержание облечь в такую IT-оболочку, в программный продукт, то есть... Это будет некий помощник, он же не может как человек решить это, да, в принципе, робот-юрист? То есть группа, которая работает с Айрат Фаридовичем Хасьяновым, эта группа работает совместно еще и с арбитражным судом Республики Татарстан, и там будет, по сути, робот-адвокат, то есть робот-помощник и судьям, и адвокатам, и всем участникам процесса для того, чтобы вот облегчить эту бумажную работу, скажем так. Черновой обзор скорее, да, получается? Машина будет обрабатывать? Машина будет обрабатывать большое количество информации, и уже судьям и адвокатам, и иным сторонам в процессе будет легче ориентироваться в получении документов, необходимости подачи каких-то документов. Вторая группа, которая у нас связана с Мосиным Сергеем Геннадьевичем, то есть Институтом вычислительной математики, как раз работает в рамках такого более социально направленного проекта, потому что это будут уже запросы со стороны гражданина, например, в вопросах трудового права, в вопросах социального обеспечения, то есть как ему правильно оформить, допустим, пенсию, какая последовательность оформления, допустим, отпуска для педагогического работника и так далее. То есть он уже задавая вопрос, он получает голосовой ответ, и тем самым, ну, по крайней мере, у него есть некие ориентиры, алгоритмы, которые ему предоставляют уже вот этот профессионально сделанный ответ. Да, я понимаю. То есть это уже такие формализованные некоторые вещи, которые доступно, быстро объяснят простым гражданам вообще их вопрос. Профессиональным союзом и органам социальной поддержки. То есть это будет такой продукт, который позволит как раз облегчить работу даже тем, кто не владеет правовой информацией, но при этом он получит квалифицированный юридический ответ на свой вопрос. Очень здорово, что там студенты участвуют. Скажите, а все-таки достаточно высокий балл ЕГЭ к вам на поступление, большие конкурсы. Один из самых высоких. Да, один из самых высоких. То есть вообще, в принципе, это не отпугивает абитуриентов многих. Как вообще происходит? Как в прошлом году это было по части? Вы знаете, на протяжении многих лет юридический факультет все-таки остается в тренде с точки зрения востребованности со стороны абитуриентов и их родителей. Надо сказать, что именно родители, потому что до сих пор есть понимание того, что юридическое образование является престижным. Несмотря на то, что мы сегодня и политика государства, она направлена на инжиниринговые специальности, и то, что технические, естественные науки развиваются очень бурно, и именно там рынок требует специалистов такого. Ну, растет там рынок, да? Да, конечно. Но, видимо, сознание родителей... Нет, но хороших юристов же не хватает. Очень медленно. Вы знаете. Однозначно. То есть никогда не будет хватать хороших юристов, хороших врачей, хороших учителей. И поэтому востребованность будет она столько, сколько человек будет считать, что эта профессия ему необходима. Ну, и я считаю, что вообще юридическая профессия, она ведь универсальна. То есть ты с такой хорошей юридической базой можешь, в принципе, работать в каких-то органах и организациях, где требуются и иные управленческие там навыки, и ты их тоже, на самом деле, приобретаешь и на юрфаке тоже. Да, конечно. Тем более, что для каждого руководителя есть знание юридических законов, облегчает жизнь намного. Даже если ты никогда не состоишься в юридической профессии, но то, что ты будешь знать законодательство Российской Федерации, зарубежное законодательство, то есть если мы хотим построить правовое государство, мы должны поднимать правовую грамотность населения. И это тоже один из каналов, когда, в общем-то, ну, да, большое количество людей выпускает юридический факультет. Да, конечно, не все будут трудоустроены по профессии, но большинство из них находит себя даже в других сферах. И юридическое образование здесь именно Казанского федерального университета получено, оно является в определенной степени билетом в профессиональном плане. И тогда возвращаясь опять к абитуриентам, вот мы с вами разговаривали, вы говорили вот об этой интересной практике, испытательный срок, да, для стыни, расскажите поподробнее, пожалуйста. А вообще нужно сказать, что на юридическом факультете студенты сами очень активны. У нас замечательный студенческий совет юридического факультета, который возглавляет магистрант уже сегодня, Гущин Иван. И ребята сами являются инициаторами очень многих проектов, которые позволяют не только сплотить факультет, но еще и привлекать абитуриентов. В частности, есть вот уже третий раз мы будем проводить испытательный срок, называется такой проект студенческий, когда на целый день абитуриенты, это по сути школьники, погружаются в студенческую атмосферу, они сидят на лекциях, слушают, могут даже участвовать, на семинарских занятиях присутствуют, они посещают деревню универсиады, смотрят, как живут студенты, они посещают столовую, то есть обедают вместе со студентами в перемену, и таким образом они проникаются вот этой атмосферой, то есть один день проведен на стенах Казанского университета в качестве студента. Причем попадают эти ребята на этот проект, написав эссе, почему я хочу учиться на юридическом факультете, вот лучшие эссе, когда отбираются студсоветом, соответственно, эти ребята попадают на этот проект. То есть на конкурсной основе они попадают? Да, на конкурсной основе, конечно, потому что желающих на самом деле достаточно много эссе присылают, ребята много, но отбирают где-то человек 10-15. А школу молодого юриста это не то же самое? Это что-то у вас... Нет, это другой проект, это проект в течение года. Школу молодого юриста привлекает абитуриентов с 9 по 11 класс, то есть это тоже школьники, будущие абитуриенты Казанского университета, которые на протяжении года, раз в неделю, они слушают лекции по различным отраслям права, и это, с одной стороны, является таким подспорьем в подготовке к единому государственному экзамену, а с другой стороны, они тоже проникаются вот этой студенческой атмосферой, когда тебе полтора часа надо сидеть и никуда не выходить, потому что это не урок по 45 минут. То есть надо уметь конспектировать, и этому мы их тоже стараемся там научить, потому что лекционная форма, она остается пока в том варианте, как в классическом, скажем так, и поэтому школьникам очень сложно. То есть когда ты делаешь записи, ты должен и услышать информацию, и ее зафиксировать, вот это то, что связано с подготовкой к единому госэкзамену и просто с пониманием того, расширением их границ, школьных имеется в виду, образовательных, что есть более глубокие вопросы, которые надо системно прорабатывать. А как происходят практические какие-то занятия? То есть теория понятная с лекциями, как вот пересечение теории с практикой? Вот Дмитрий Иванович Мейер, о котором я уже упоминала, это известнейший цивилист, он является основоположником юридической клиники, вообще клинического образования в Казанском императорском университете. То есть он один из первых, кто обратил внимание на то, что нужно студентов так же, как и врачей, сразу во время учебы приобщать к тому, чтобы заниматься непосредственно практической работой. Те знания, которые получают на лекциях, на семинарах, чтобы студенты непосредственно применяли на практике. Юридическая клиника – это оказание бесплатной юридической помощи всем, кто обращается. Студенты под руководством преподавателей осуществляют юридическое консультирование, помогают составлять исковые заявления, различного рода юридические документы. И тем самым они уже непосредственно в деле, они уже свои знания, полученные на занятиях, применяют конкретному клиенту. Тот цикл лабораторий, который у вас есть, они в этом вот в принципе... Это тоже, да, конечно. Особенно. Ну, криминалистическая лаборатория, которая одна из лабораторий, которая существует на юридическом факультете, это то, что способствует отработке криминалистических навыков. То есть если ты занимаешься уголовным процессом, занимаешься криминалистикой, то тебе, конечно же, непосредственно понять, как осуществляется подготовка процессуальных документов, дактилоскопические экспертизы и прочее. Все это позволяет сделать современное оборудование, которое есть в учебной криминалистической лаборатории. И непосредственно там отрабатываются вот такого рода навыки. Юридическая клиника, она шире, то есть она позволяет отработать как раз знания, полученные и по земельному праву, и по трудовому праву, и по гражданскому праву. А вот эти вот судебные дебаты, которые проводятся с судебными, они входят вот как раз в то, о чем мы говорим? Это тоже практикоориентированное обучение, да, это тоже один из форматов, который впервые был... 13 лет назад был реализован на юридическом факультете. Благодаря нашим тоже преподавателям и студентам, всероссийские судебные дебаты, это модельный судебный процесс по гражданскому праву, по уголовному, соответственно, гражданский процесс, уголовный процесс, и вот потом мы включили уже конституционный процесс. Реальные судьи, реальная фабула дела по каждому процессу. Они даже проводятся ведь на территории, по-моему, судов реальных, да? Мы приглашаем. Приглашаете, да? Мы приглашаем, да, действующих судей, судей в отставке, мы приглашаем для того, чтобы они, собственно, и выступали вот этими реальными судьями в этом модельном процессе. То есть, когда есть истец, ответчик, когда есть соответствующие стороны в уголовном процессе. То есть студенты уже принимают участие там? Да, конечно, студентам, для студентов составляется преподавателями фабула, и они эту фабулу готовят, потому что на жеребьевке они могут вытащить как, соответственно, истца, так и ответчика. Значит, нужно подготовить как бы обе стороны, и защиту, да, и нападение. Поэтому в этом смысле здесь тоже хорошо, что развиваются разные навыки. Хороший тренинг получается, да, по сути. Тренинг, и дела бывают очень сложные, и надо ведь аргументировать свою позицию. Со всей России приезжают команды, огромное количество участников, 300 участников, то есть десятки команд из разных университетов российских. В связи с тем, что российская юриспруденция, она в силу исторических особенностей все-таки отличается от мирового права, то есть мировой юридический наук, есть свои особенности, закономерности. То есть если мы берем советское право, оно было абсолютно как бы своеобразным таким, отдельным. И сейчас, переходя даже вот уже в новое современное, все равно остаются у нас свои российские особенности. Вот в этом смысле, как часть стыковки, международное право, российское право, вы обучаете тому и другому, специализируете. Вот как это все происходит? Ну, действительно, если мы говорим вот о научной составляющей, то на сегодняшний день процесс обучения начинается с аспирантуры. Или, вернее, он начинается с бакалавриата, потом магистратуры, и третья ступень образования, это, собственно, именно образование стало аспирантурой, хотя по большому счету в ней, наверное, 50 на 50, если даже не больше, научной составляющей. И поэтому, когда мы говорим о наших аспирантах, когда мы говорим о будущих ученых, то, конечно же, научная составляющая – это то, что тоже всегда характеризовала ЮРФАК. С одной стороны, с точки зрения того, что мы заложили начало Казанской научной школы юридической благодаря великим нашим профессорам. С другой стороны, да, есть, как любая сфера деятельности наука, она границ не имеет, и выход уже на международную арену, он сегодня обусловлен тем, что есть определенные показатели твоей научной активности, и они не всегда позволяют нашим ученым иметь высокий индекс Хирша и прочее, потому что интерес со стороны зарубежных научных школ, он обусловлен определенным отношением к России, не только к российской науке, а к нашей стране. К России, в принципе, политической, политической. Да, конечно, и это очень заметно, потому что есть журналы, где тебя готовы с высокими квартирами, где тебя готовы публиковать, но при условии, что ты очень критично относишься к российскому праву, к российской политической, экономической, социальной действительности. Поэтому здесь непросто. С другой стороны, есть возможность, есть авторы, которые и публикуются в журналах таких топовых, и есть интерес к этим научным публикациям, и об этом говорит и показатель индекс Хирша, и то, что мы сегодня, в общем-то, развиваем научные журналы англоязычные, которые при определенных условиях могут стать частью базы данных Scopus или Web of Science. И вот один из таких журналов, это как раз Кезин University Law Review, то есть новый журнал, который на протяжении двух лет мы сейчас должны иметь, ну, хороший как бы публикационный показатель для того, чтобы дальше иметь возможность войти в базу данных Scopus. И есть у нас один журнал, Вестник гражданского процесса, который уже сейчас находится в базе данных Scopus. То есть два юридических журнала позволят нам, ну, вот как раз работать на имидж Казанского федерального университета в плане публикационной активности, в плане увеличения цитируемости и прочего. Но при этом, естественно, должны быть качественные, хорошие статьи, которые, я думаю, будут интересны, независимо от того, что юридическая наука в России, она отличается от юридической науки западной. По большому счету, ну, такие фундаментальные категории, они, в принципе, понятны всем, что такое право, да, право отношений, право нарушения, юридическая ответственность, как бы это, ну, такие базовые категории. Мы просто по-разному подходим к их оценке с точки зрения российского законодательства и зарубежного законодательства. Поэтому здесь точки соприкосновения всегда можно найти. Тем более сравнительное правоведение, компаративистика – это то, что в России всегда развивалось. Тем более, насколько я знаю, в западной юридической науке юристам уже интересно вот это евразийское пространство, то, что сейчас происходит. Вот Белоруссия, Казахстан, эти взаимоотношения. В этом смысле и здесь я знаю, что на юридическом факультете тоже идут достаточно. Мы, да, есть… Это направление, на самом деле, интересно нам и в плане академической мобильности, и в плане научной мобильности, и взаимодействий. Действительно, на юридическом факультете есть лаборатория, которая при научно-образовательном центре по международному праву, она так и называется, как раз лаборатория вот этих евразийских исследований. И я думаю, что это тоже очень интересная сфера, куда можно приложить усилия. Тем более, это люди, которые с точки зрения и сотрудничества независимого государства, нам близки по некоторым ментальным моментам. И просто интересно, потому что законодательство у них развивается по-разному также, несмотря на то, что база была у всех одна – советское право, советское законодательство. То есть происходит трансформация такая, своего рода, в мировое. Все равно это происходит в общем мировой тренд. В общем мировой тренд, да. То, что если мы раньше говорили в общем-то о вестернизации, и вот это вот очень сильное влияние западной культуры, западного законодательства, и это, наверное, естественно, Россия в любом случае, она на стыке этих… Да, конечно. Она такая золотая середина, наверное, скорее всего, и поэтому не случайное обращение сегодня вот уже на восток. Да, тем более, если мы говорим о востоке, и сразу же можно вспомнить эти проекты по исламскому банкингу, которые уже который раз мы вспоминаем, каждый на слуху об этом говорят часто политики, экономисты, юристы, и в этом смысле вот как раз я знаю, что ваши коллеги занимаются этим достаточно плотно, этим исламским банкингом. Да, действительно, есть понятие не только исламский банкинг, есть понятие исламское право, и вот в рамках компаративистики развивается и это направление. Преподаватели кафедры гражданского права у нас очень тесно взаимодействуют как раз с Институтом Востоковедения международных отношений, где базируется с Исламским университетом. Есть совместные проекты, и у нас ежегодно вот до последнего времени проводилась зимняя школа по исламскому праву, то есть мы привлекаем тех, кому интересно, в общем-то, заниматься вот этим правовой составляющей и исламского банкинга в том числе. Ну и опять, все-таки возвращаясь к абитуриентам, вот абитуриент, у него, как мы с вами говорили, 300 бальник, да, то есть большие достаточно баллы. многие из них смотрят на Москву, то есть они видят себя там, и в этой части вот хотелось бы, то есть все-таки понять, насколько Казань, Казанский федеральный университет в этом смысле не то чтобы составляли конкуренцию, хотя почему нет, да, мы конкурируем, конкурируем с ними, с Москвой. Однозначно. Да, и вот в этом смысле, в этой конкурентной борьбе, то есть насколько позиция Казанского университета, как расположена в городе Казани, вот здесь вот в середине России, какие у него шансы? Я думаю, что у Казанского федерального университета и вообще, и у юридического факультета в частности, шансы очень высоки, потому что даже те студенты, которые у нас, например, обучались на бакалавриате, а потом уезжали в магистратуру или наоборот, даже потом уезжали в аспирантуру, поступали, они говорили, что у нас очень высокий уровень преподавания, то есть действительно вот есть отдельные преподаватели, есть в целом кафедры, которые очень, ну, действительно дают не просто хорошие знания, дают тебе вот эту уверенность в понимании правильности сделанного выбора, то есть правильность выбранной профессии, когда ты понимаешь, что тот, кто заканчивает юридический факультет, он может конкурировать при трудоустройстве в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах, и он может с уверенностью сказать, что здесь лучше даже, чем в Москве или в Питере, потому что у него есть возможность сравнивать, особенно когда он первой ступени образования заканчивает здесь, а потом вот уезжает. Что касается трехсотбальников, то они у нас тоже есть, да, может быть, их не так много, к сожалению, высокобальники выбирают престижные, как они считают, московские, питерские вузы, но я уверена, что если они сделают свой выбор в пользу Казанского федерального университета, они никогда об этом не пожалеют, то есть настолько действительно высокий потенциал профессорско-предодавательского состава, настолько дружная студенческая такая вот жизнь, и насыщенные. Тем более, что не забудем, да, и условия проживания, да. Условия проживания, это трехзвездочный отель практически нашей деревни универсиады, я думаю, что это комфортная среда, абсолютно, да, то есть настолько все удобно, близко, и я думаю, что это все то, что работает на имидже Казанского федерального университета. Ну и не будем забывать, что все-таки Москва это более дорогой город, безусловно, да, чем Казань, да, и проживание, проезды. Я думаю, что да, и проезд, и питание, ведь за это все приходится платить родителям по большому счету, я не думаю, что стипендия, она хватает на то, чтобы в течение месяца вот даже... А стипендия сейчас... Она достаточно, да, высокая, тем более на естественных направлениях она, плюс еще как бы есть поддержка. Дополнительные какие-то, если бывает, да. Да, да, да. Но так, в основном, стипендия, мы понимаем, что это, конечно же, абсолютно больше карманные деньги для студентов, это очевидно на сегодня. Итак, мы подошли к концу нашей программы, и вот в конце нашей программы, что же вы пожелаете нашим, вашим будущим абитуриантам, студентам, которые хотели поступить к вам на юридический факультет Казанского федерального университета? Уважаемые абитуриенты, я, наверное, вспомню слова известного декана юридического факультета Николая Ивановича Загозкина относительно того, что Казанский университет не готовит людей, которые ловят рыбу в мутной воде российских законов. Он готовит людей, которые несут правду в жизнь. Это очень благородная профессия, и профессия юриста, она универсальна, она уникальна, как любая другая, и Казанский федеральный университет дает максимальные возможности для самореализации. И если вы выберете Казанский федеральный университет, юридический факультет, вы всегда будете знать, что за вами мощная юридическая школа, за вами один из старейших вузов России, и вместе с вами вся большая дружная юридическая семья, которая на протяжении всей вашей жизни будет вам надежной опорой, поддержкой, и профессионально вы будете всегда иметь возможность расти. Итак, уважаемые телезрители, мы прощаемся с вами. У нас в гостях была декан юридического факультета Казанского федерального университета Лилия Толгатовна Бакулина. До новых встреч!